Свердловская область начала работу горячая линия по коронавирусу. Ответы на все вопросы готовы дать сотрудники Роспотребнадзора. Они подробно расскажут о самой инфекции, о ее распространении в мире, а также о симптоматике и методах профилактики. Бесплатные звонки принимают на номер 8 800 555 49 43. На улицу пехотинцев пришла весна, и автомобилисты ей явно не рады. Некоторые смельчаки все же пускаются на машинах вплавь. По словам местных, такую картину они наблюдают каждый год. Якобы на этом участке нет ни одной ливневки. Не ходи по льду, провалишься. Спасатели патрулируют акваторию городского пруда, чтобы предупредить людей об опасности выхода на лед. Он уже рыхлый, напитан водой, толщина не превышает 30 сантиметров. Также горожанам рассказывают о первой помощи. За два дня спасатели остановили один человек, который пытались пройти по хрупкому льду. Большинство нарушителей оказались учащимися школ и вузов. Это не будет вызвано на административную комиссию района, и там будет наложено взыскание. В Екатеринбурге идет неделя моды своей коллекции. Представляют молодые дизайнеры из России, Болгарии, Индии и Франции. В том числе дети. Самым юным модельером стала 9-летняя Зоя Кукушкина. На подиуме в качестве модели появился известный российский певец Нелета. Первый день прошел с национальным колоритом. В год дружбы России и Киргизии особое внимание уделили к киргизской моде. Планировались также показы итальянских дизайнеров, но даже в индустрии моды вмешался коронавирус. Поэтому в Россию эксперты не приехали.